здравствуйте владимир очень рада видеть вас в нашей студии причина и информационный повод вашего визита к нам это замечательная выставка галерея портретов рязанцев героев как вообще возникла идея создать вот такой замечательный проект здравствуйте марина дело в том что идея о работе над портретами погибших рязанских десантников героев россии участников своего для меня не случайно поскольку я сам из семьи потомственных военнослужащих еще в детстве любил рассматривать ордена медали и парадный военно-морской кортик моего деда моряка капитана второго ранга который прошел всю великую отечественную войну на северном флоте служил на эскадренном миноносце гремящий воевал с фашистами а его отец мой прадед был красный командир и погиб в гражданскую войну под поселком аибга хостинского района мой отец отдал всю жизнь воздушные десантные войска россии и к тому же мне посчастливилось что с 2016 года я работаю с главным военно-политическим управлением вооруженных сил и российской федерации занимаюсь поддержкой российских военнослужащих на отдаленных военных базах как на территории российской федерации так и на зарубежных военных базах за эти годы я провел несколько десятков выставок и презентаций своих произведений во многих регионах россии работали в сибири и на дальнем востоке и на крайнем севере также провел три масштабные персональные выставки своих работ для наших военных и союзников в сирийской арабской республики в городах алеппо дамаск и на российской авиабазе хмемим в провинции латакия также была организована и проведена к 75-летию победы в великой отечественной войне выставка рязанских детей воспитанников из школы интерната вера и школы имени героя советского союза федора андриановича полетаева выставка детских работ которая называлась 75-летие великой победы глазами рязанских детей это тоже ваш проект да да это лично мой проект который мы воплощали в жизнь в 2020 году и я его лично возил в сирию и представлял нашим военным в сентябре октябре 2020 года но ведь еще также кроме организации выставок я работаю еще провожу творческие встречи с российскими военными вот в сирии мы проводили большое количество работы на так называемых точках это небольшие подразделения российских военных которые находятся во многих и разных провинциях сирийской арабской республики этой провинции сувейда провинция дара тартус алеппо латакия и многие другие передвигался в сирии практически на всех средствах военно-транспортной авиации в составе брони колонн нас там естественно охраняли наши военные и сирийские спецслужбы и вот эта работа на точках она также важна для наших военных потому что там военнослужащие находится постоянно им тяжело и физически и психологически и вот встретиться с художником посмотреть картины получить подарки это постеры буклеты альбомы моих живописных произведений которые я дарил бойцам во время творческой встречи и увидеть в этих в этих альбомах картины о россии картины о родине для наших военных очень много действительно значит и это для них действительно большая реальная помощь тема вообще защиты родины патриотическая в вашем творчестве лейтмотивом идет уже очень давно выходит что так правильно то есть вы можно сказать своим искусством тоже служите родине и вот этот дух патриотизма воспитываете вот вы говорите вы ездите к нашим ребятам которые стоят на страже отечества но в то же время детям гражданам гражданским людям вы тоже прививаете вот это вот чувство любви я ваша цель можно сказать какая как вы ее бы обозначили марина совершенно верно ведь кроме творческих встреч и выставок еще мной была проведена большая художественная работа за эти годы с министерством обороны я работал над портретами героев россии участников военной операции в сирии выполнял портреты командующих группировкой российских вооруженных сил в сирии мы специально для этого даже вылетали в пальмиру на вертолете и там делали фотографии я делал небольшие наброски и потом по этому материалу делал большие работы а также мне в свое время посчастливилось во время наших командировок познакомиться с участниками группы черные береты эта группа это ансамбль морской пехоты балтийского флота он очень знаменит в вооруженных силах войсках его все знают у них их точка дислокации она находится под колени градом это город балтийск там находится их база и там находится их репетиционный центр много с ними работали как по отдаленным гарнизонам в россии так и по сирии сдружились с этими ребятами и специально для них по по заказу министерства обороны я делал большую картину большое полотно это концерт ансамбля черные береты на российской авиабазе хмемим 16 апреля 2017 года на пасху и как раз вот этот большой холст находится у них в их репетиционный в балтийске так что для меня это тоже важно что моя работа находится не только в музеях вооруженных сил но еще находится в реальной живой жизни и люди такие талантливые артисты военные артисты могут вдохновляться это является наследством и результатом нашей общей дружбы наши общей совместной творческой работы ну и вы продолжаете свою работу в начале декабря для рязанцев презентовали новую галерею портретов портретов героев расскажите пожалуйста о том как шла работа над этим проектом и о чем он марина сегодня в нынешнее тяжелое время у нас в нашей стране как впрочем и всегда во все времена во все тяжелые непростые исторические периоды главной основой и скрепой снова встал наш многонациональный русский народ российский народ героев великой отечественной войны мы знаем по прекрасным произведениям живописным произведениям знаменитых великих советских мастеров живописи таких как павел корин сергей герасимов александр дайнека братья алексей и сергей ткачевы и эти работы по этим работам которые еще в советское время издавались печатались в учебниках мы все их прекрасно знаем мы знаем не только имена но и лица наших героев великой отечественной войны ну вот и сегодня на сегодняшний день цель реализации данного проекта для того чтобы люди не только знали имена сегодняшних своих национальных героев которые отдали жизнь для того чтобы мы могли сегодня жить ходить под этим солнцем под мирным небом и быть счастливыми но также кроме того что мы должны знать их имена мы мы имеем возможность еще видеть их образа их лица выполнены на холстах в традициях русской реалистической школы живописи на высоком музейном уровне и ведь мною проделана не только большая творческая работа но также большая научная исследовательская работа поскольку весь период работы над данными четырьмя произведениями это портреты гвардии полковника сергея сухарева гвардии подполковника павла кривого гвардии майора дениса егидарова и гвардии капитана разведчика алексея курганова весь этот период я сотрудничал с военно-гераллической службы министерства обороны россии по вопросам орденов медалей и знаков также проведена большая работа с документальным фотоматериалом который предоставляли их родственники мы много изучали смотрели я пытался узнать ребят пытался понять их образ их характер и большую помощь в этом оказали личные встречи с женами погибших ребят вот мы специально проводили встречи в моей творческой студии в рязани жены ребят привозили китель со своих погибших мужей китель с наградами китель с орденами медалями и знаками также жена погибшего командира костромского полка ольга сергея ольга сергеевна сухарева привезла в коробочке медаль жукова а людмила николаевна егидарова жена погибшего майора дениса егидарова из ульяновской бригады в дв привезла в коробочке золотую звезду героя россии и я эти награды держал в руках для меня это было очень важно чтобы представить образ и в дальнейшем работать в живописи также держал в руках китель командира роты разведчиков рязанского 137 парашютно-десантного полка вдв алексея курганова был дома был дома у вдовы марии васильевны кургановой у нее осталось двое маленьких детей вот изучал награды алексея курганова держал в руках китель героя россии и для меня это очень сильно помогло в работе над образами героев и мне у меня получилось на холстах на портретах представить не только внешнее сходство офицеров десантников но и передать их характер передать их образ и вот для меня было очень важно важно что на выставке пожалуй это было одно из самых самое важное что родственники ребят родственники героев их мамы жены подходили к работам и вот говорили что действительно такое ощущение что мы как бы стоим перед зеркалом и в этом зеркале видим живого человека это очень важно да работа действительно очень важная и думаю каждый посетитель библиотеки мне горького где представлены портреты пока еще может остановиться перед каждым этим героическим лицом и заглянуть увидеть великий дух вообще русского народа и русского воина после того как в библиотеке завершится экспозиция где еще можно будет увидеть эти портреты куда планируете их повести марина планы очень большие и сейчас выставка выставка интересно рязанцам и гостям города по просьбе родственников по просьбе мамы павла викторовича кривого елены михалны мы сделали специальный журнал для отзывов о выставке а также мама павла викторовича елена михална специально первая написала отзыв и также вместе с мама елена михалны кривовой отзыв написал родной брат павла викторовича сергей вот хочу сказать что я общался с родственниками павла викторовича и на большое значение и большую помощь мне в работе над портретами сделали рассказы о жизни и службе павла рассказ его мама елена михалны и брата сергея и вот после этого рассказа я действительно полностью и всеобъемлюще увидел и почувствовал что через всю жизнь и службу ребят красной нитью проходили такие чувства как любовь к своему отечеству патриотизм и активная гражданская позиция и эти же качества эти же чувства они передавались своим бойцам своим солдатам ведь павел викторович кривов он был ранен во время проведения спецоперации возвращался в рязань после ранения выздоровел и сказал что не может бросить своих солдат и обратно вернулся к своему батальону который возглавлял и вот трагически погиб уже осенью 2022 года но погиб спасая ребят спасая людей спасая своих солдат и спасая защищая всех нас это важно каждому из нас знать в лицо своих да марина это очень важно вот большой интерес со стороны студентов художественного училища была мной проведена большая творческая встреча на днях с учащимися отделения живописи рязанского художественного училища имени вагнера и студенты задают очень интересные вопросы в истории создания работ их интересуют и технические аспекты моей работы над холстами как все это выполнялось по стадиям вот очень интересная была встреча а собственно вот только вчера была еще проведена одна творческая встреча с ветеранами органов внутренних дел по рязанской области и курсантами университета мвд имени кикоти города рязани которые также с интересом посетили осмотрели выставку оставили прекрасные отзывы это важно это важно чтобы рязанцы не только знали имена своих героев на и могли видеть их образы на живописных полотнах это важно для всех нас кроме рязани где-то в россии еще увидят эти образы марина конечно в дальнейшем мы планируем показать данные работы в районах рязанской области в музеях соединения воздушных десантных войск россии центральном музее вооруженных сил российской федерации и в музее истории в дв так что в дальнейшем многие все желающие и многие граждане россии гости города региона посетители музея истории в дв которые находятся в рязани на семинарской улице смогут увидеть данные работы еще не один раз спасибо вам большое владимир я думаю что наша встреча с вами уже можно сказать накануне нового года можете к нашим дорогим телезрителям обратиться с приглашением и с какими-то пожеланиями может быть спасибо марина дорогие друзья я искренне всех поздравляю с наступающим новым годом и желаю всем в будущем году мира счастья не забывать о своих национальных героях и не забывать о тех кто ценой своей жизни подарил нам мир и счастье и мы можем с вами спокойно отмечать этот праздник спасибо и вам владимир спасибо за ваши вот за ваш труд не побоюсь сказать за ваше искусство за ваш труд и за ваш вклад в нашу историю в том числе спасибо марина